здравствуйте приветствую вас мои дорогие друзья гости и зрители которые услышали призыв мой с прошлого видео и стали подписчиками да нас прибавилось спасибо вам большое это лучший подарок для блогера ставим лайки друзья не скупимся общаемся между собой пишите комментарии я всегда все читаю под одном из видео меня спросили о сын где почему не помогает конечно же помогает именно на нем немало его обязанностей в нашей семье так ну машину дмитрий помыл и мы едем уже по знакомой моим постоянным зрителям дороги проезжая по мосту говорю дмитрию нет ну невозможно же проехать мимо такой красоты давай остановимся мы же по мосту проезжаем пару раз в день если выезжаем на машине всегда хочется посмотреть а что там делается на реке красота вы только посмотрите какое чистое безоблачное голубое весеннее небо отражается в реке лот глядя сейчас на эту безмятежную гладь просто не верится что могло быть совсем недавно по-другому когда лот вышел из своих берегов посмотрите друзья видео так для контраста вы не поверите своим глазам что лот мог вести себя и по-другому ссылка в описании под этим видео город двенадцатого века нет ну конечно поселение здесь было и раньше замолкаю ой ну как же нам с вами повезло а друзья слышать колокольный звон разливающийся над рекой звон колокола церкви сам эти но полная гармония да вот видите здесь лодочки байдарки канои припаркованы здесь находится филиал грибной базы эту волшебную поистине картину мы наблюдаем сейчас с вами со смотровой площадки здесь всегда бывает очень многолюдно много жителей приходит посмотреть на салют в день взятия бастилии ля фетта национале ле каторзе жвие ну конечно салют в прошлом году отменили посмотрим как будет в этом году впереди сцена которая буквально недавно была затоплена и в летний период каждую пятницу и субботу проходят здесь бесплатные концерты музыка звучит разного жанра и мы когда на балконе сидим отдыхаем вечерами до нас доносятся звуки музыки а 21 июня фетта для музыка праздник музыки международного масштаба во франции музыка звучит повсюду до часу до двух часов ночи на каждой улице музыка толпы людей гуляют можно потанцевать и спеть даже и сыграть могут не только профессионалы от роста и любители льется музыка 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 и вовек не устанет кружить бесконечная вечная мудрая от которой так хочется жить ой ну что же полюбовались получили дозу эстетического удовольствия поехали дальше вот перед нами церковь вы видите да она перестала существовать как церковь совсем недавно ее отремонтировали и теперь там располагается детский сад католический ну что же благое дело идемте в интер марш и и встречает нас вот такая вот интересная дизайнерская колоритно оформленная в стиле пейзан деревенском стиле витрина ну колбасы сколько на любой вкус вот такую вот колбаску мои мужчины любят с паприкой 3.21 палка стоит она бывает острая нет а вот эту я люблю да она с прованскими травами во какая вкусная не менее вкусненький жамбон хамон 3.90 вот такая вот упаковочка стоит ой ну какое седло а ну прям шедевр кожаная настоящая неботофорская прям произведение искусства ну и настоящая такая бричка тележка молодцы дизайнеры хорошо придумали интересно вот так вот тоже украсили и растишками ну и конечно же томаты вот как красиво разложены желтые красные они тепличные от местного производителя огурцы редиска и клубника уже тоже французская вот ведь баркета 500 граммовая стоит 409 вот да всегда конечно взбитые сливки рядом с клубникой продаются да я хочу показать вам вот эти вот гранулы я сейчас себе возьму вот очень они мне нравятся белье засыпаешь тут на картинке показано сейчас покажу вам давайте посмотрим вот такой вот дозатор колпачок снимаешь насыпаешь в дозатор и машинку прямо-таки в белье в начале стирки закладываешь очень потом белье хрустящее пахнет великолепно но это средство гранулы конечно же не вместо порошка порошок как обычно вы засыпаете в машинку вот такие здесь различного аромата предлагаются советую в этом отделе био мне нужно купить соду и уксус ну да пытаюсь я конечно свести к минимуму использования бытовой химии но не всегда это получается мы стараюсь на вот такой вот уксус я использую на кухне при уборке вот уксус с эвкалиптом 450 да вот эту коробочку сейчас тоже возьму у меня закончилось это средство она на основе соды очень хорошая деташа ленжа пятна выводит замечательно на кухонных полотенцах для белого и цветного белья девочки и вот такой вот мыло очень советую платить он стикс и мажик и правда это как ну мажик савон дэто шам пятна выводитель как бы мыло вот стоит она 260 и 11 евро 56 сантимов килограмм представляете какой маленький кусочек 260 дороговато конечно но отбеливает я вам хочу сказать вот на ночь например трусики там детские или маечку с пятнами очень хорошо отстирывает но и пернатый ну вы-то как сюда попали вот хитрецы пикско ну реально отдел выбрали губа не дура где здесь различные гранулы и корм для кошек и собак да сейчас купим печень трески соскучились мы сыном по салатику захотелось нам ну знаете все такой салатик печень трески яйцо вареное зеленый лучок да вот такая вот баночка 121 грамм с перчиком ос остреньким стоит 203 сантима 16 78 за килограмм и такая же баночка 121 грамм 204 с лимончиком ну просто когда это вот консерву открываешь там кружочек лимончика лежит и почему мы еще поехали то в магазин я в рекламе увидела дешевле чем в садовом магазине рассаду цветов а клубника какая гляньте грозди какие крупная аппетитная аромат вы себе не представляете рядом с этим стеллажом аломат аромат бесподобный гляньте вот одна такая ваза стоит 7 99 и вот такие цветочки мне захотелось к ну как захотелось я каждый год покупаю керань я в этом году не буду покупать плохо она у меня идет хотя неприхотливая такая я люблю петуньи вот петуньи у меня хорошо идут видите вот как даже в каком-то видео я вам говорила что один ящик с петуньей у меня перезимовал на балконе и дальше стал расти на второй год пошел ну вот такая вот баркета стоит планта массив 399 ну все закупились немножко тележечку съездили выбросили деньги а то же они карман жгут едем домой жалко конечно кучерявый пень в апрельский день но придется расстаться с его зеленью а почему сейчас я вам объясню обнаружили мы совершенно случайно что является этот пенек рассадником фермой для улиток они под его корой тут в трухе плодятся понимаешь ли заразы а ночью выходит на охоту жрать мои растишки не и поэтому порешили избавиться мы от него сын распилит потом его так вот листики кал я не подстригла не убрала эти дырявые не избавилась от них почему потому что думаю пусть пока улитки их едят но ты посмотри зараза какая вот она какая вот видите как сидит себе прекрасненько заразелька вот она какая так вот кала будет еще бутончик хороший так что я не убираю вот эти вот листики покоцанные потому что я жду пока улитки наедятся вот потом их уберу гляньте какой комарище лошадь вот пальчик мой чтобы вы сравнили что это за лошадь всякой живности полно той какой не надо вот так комнатные цветы я сегодня пересаживала в более большую емкость вот надо вот этот вот горшочек теперь помыть и в комнату его занесу он у меня в зале стоял на маленьком столике из оникса если кто помнит про пенек я вам рассказала показала фикус пересадила тоже в большую емкость вот ну вот это вот один у меня ящичек с петунии которая перезимовала вот я думаю она отойдет но я сюда немножко посеяла укропчика укропчик здесь же очень плохо идет вот сюда тоже и этот цветок брызги шампанского в народе называемый или пальмочка тоже пересадила в большую емкость так потом здесь у меня луковичные я забыла как называется потом напишу не помню мама мне покупала большую луковицу и он свел такими четырьмя граммофончиками цветок вот на языке крутится но забыла ночью сейчас время терять буду вспоминать потом напишу при монтаже как он называется и здесь у меня вот тоже луковки детки от этой луковицы отросли я их вот сюда вот после обеда была сегодня я на своем участке вот так аллергия отступила ну я супрастин выпила вот потом еще от аллергии таблетку выпила и с микродозами у меня капли в нос спрей спрей несколько раз и сбрызнуть в каждую ноздрю там микродоза посадила купленные цветочки в ящички подняли мы ящики повесили на балкон с дмитрием и он еще немножко сказал я зеленый забор попилю молодец ну вот потом на неделе еще и за пенек примется ну все заходим а тут нас ждал сюрприз кто хорошо работает тот хорошо ест муж оставил нам презентик он еще не приехал хотя уже восьмой час а вы помните что у нас комендантский час до девятнадцати часов ну вот подошел наш денек концу много мы сегодня дел переделали и завтра будет день и будет пища спасибо мои дорогие что досмотрели до конца ставьте лайки друзья вам ничего это не стоит а мне приятно всем здоровья добра и пока пока пока